Здарова, народ! С вами Радистотто. Сегодня у нас очередной бух-обзорчик и сегодня у меня очень интересный напиток на обзоре. Да, я не забыл про все ваши рекомендации в комментариях, просто я урвал его по акции. Мне очень понравился дизайн самой бутылки. Это якобы Absent Freeman, но на самом деле тут сразу написано, что это настолько горькая Absent Freeman, и стоила она, внимание, 400 рублей по акции. Без акции я не знаю точно сколько стоит, но перечеркнута была цена в 500 рублей. Ну, я окей, понимаю, что это Absent не настоящий, хотя вот здесь вот все по-честному. Объем ровно 0,5, больше никаких косяков. Я теперь буду строго проверять объемы. И здесь 60 градусов. Ну, понятно, то есть некий такой гибрид, скорее всего, с запахом, возможно, даже с неким привкусом Absent. Сейчас будем пробовать. Просто чтобы вы понимали, почему меня удивила цена. Первый раз и, наверное, пожалуй, последний, если не считать добавок в различные коктейли в каких-то заведениях, чистый Absent я покупал на свое 17-летие. Это было, ребят, внимание, 13 лет назад. Вспомните, какой был курс доллара на тот момент и в целом какая была покупательная способность рубля. Так вот, на 17-летие, 13 лет назад, я покупал бутылку Absent, правда, там было 0,7, за 1100 рублей. 1100 рублей 13 лет назад. Представьте, какие это были деньги. И просто, ну, окей, то есть я возьму максимальную цену в 500 рублей, 500 рублей за вот это. Я даже не представляю, что это и на что это похоже, но мне очень понравилась такая вот бутылочка. Мало того, что я это делал, попробую. Впоследствии, разумеется, допью, потому что я алкоголик, я в любом случае все допиваю, даже то, что мне херово попадает на обзоры. И самое главное, я хочу оставить эту бутылочку под самогон, то есть буду наливать в нее самогон, будет у меня такой своеобразный, ну, типа графинчик, что ли, да, как там по-другому еще называется. Ладно, давайте уже приступим к распаковке. Обычная фольгированная вот такая вот защёлочка. Здесь у нас снимается вот эта вот лишняя фольга, хотя, как я понимаю, не обязательно. Да, что-то у меня сегодня ногти не очень длинный, а нет, стянулась. Так, обычная винтовая, опять же, фольгированная пробочка. Вы знаете, пахнет абсентом, то есть, ну, чем-то таким похожим, да. Я, кстати, забыл пробежаться совсем по составу. Давайте прикроем, чтобы не разлить. Здесь у нас состав не особо какой-то уникальный, то есть здесь обычный этиловый ректификат, люкс, вода питьевая исправленная. И единственное, что его, ну, как бы немножечко отличает от обычной водки или других горьких настойк, это, ну, понятное дело, во-первых, градус, да, то есть, здесь объемная доля спирта 60 процентов. И в составе у нас имеется настой спиртованный растительного сырья, спиртотиловый, ну, это понятно, вода питьевая, все понятно, бадьян, полынь, кориандр. То есть, помимо красителя, здесь еще спиртовой настой, ну, в первую очередь, разумеется, полыни, потому что именно полынь шла к классическим таким ингредиентам для абсента еще изначально, когда его только изобрели. У меня часто спрашивают, а разве вообще абсент не запрещен? Ребят, запрещен классический рецепт абсента, как его делали там в каком-то там 18-19 веке, там было просто лютое содержание полыни, из-за чего он обладал некими такими наркотическими свойствами и, естественно, из-за этого его запретили. Абсент по современным технологиям изготовления не запрещен, он продается, его можно найти в алкомаркетах, изредка иногда даже попадает в какие-то сетевые магазины, вот, но это, разумеется, не абсент, это просто горькая настойка с его таким, ну, грубо говоря, привкусом. Что ж, давайте нальем. Сегодня у нас вместо классической губастой рюмочки, такая вот тематическая, да, тут с зеленым змей-горынычем и вполне призывной такой надписью сообразим на троих. Такая вот сегодня у нас будет рюмочка. Я много наливать не буду, потому что все-таки 60 процентов это, конечно, мощно. Надеюсь, что это будет хотя бы вкусно. Запах да, цвет нет, то есть в бутылке, понятное дело, он кажется немного темнее, потому что больше концентрация жидкости. Здесь в рюмке видно, что он весьма такой бледненький, прозрачный, ребят. Ну, то есть абсент должен быть темнее, да, то есть даже тот современный абсент, который уже содержит мало полыни, не является, по сути, наркотиком, является просто своеобразным таким алкогольным напитком, он, как правило, темнее. Этот какой-то, ну, такой, то есть как будто взяли абсент и разбавили. Ну, там, водой, водкой, я не знаю, не очень прозрачным, да, и тем самым сделав его более таким вот бледненьким. Что ж, сейчас мы будем выпивать. Я по традиции уже по вновь сложившейся объясняю за закусочку, потому что у меня все спрашивают, а чем ты заедаешь. Смотрите, вообще абсент, как я прочитал в интернете, лучше закусывать сыром с плесенью, зелеными оливками можно попробовать маринованные грибы. Ну, сыр с плесенью я себе просто не покупаю, потому что он стал адово дорогим, даже российского производства. Зеленых оливок и маринованных грибов у меня, к сожалению, нету, поэтому я просто забил один известный орган, и здесь у меня просто свеколочка с чесноком и сметаной. Такой незамысловатый салатик, по большому счету, относительно стандартная закусочка под водку. Ну, я думаю, что и под абсент, скорее всего, зайдет. В конце концов, я не обязан закусывать по инструкции. Что ж, ребята, ваше здоровье! Да, чувствуется спиртуозность, безусловно. 60% спирта, это вам, ребят, не хухры-мухры. У меня даже самогон-первак выходит обычно где-то так 50-55, то есть здесь 60 на ректификате. Это, безусловно, мощно. За 500 рублей, если вы хотите упороться просто в щи с одной бутылки, я думаю, что можно взять. По поводу вкуса. Вкус очень издалека, на самом деле, напоминает абсент. Опять же, за счет ароматизаторов, за счет настоя полыни, но на самом деле, больше все-таки напоминает некую микстуру от кашля. Опять же, потому что изначальные материалы были, ну, такие себе. Что-то я даже не закусил. Что ж, ребят, общий вердикт по данному напитку. За 500 рублей, за 500 рублей, я вообще за 400 взял по акции. Я не знаю, сколько в Дикси будет эта акция идти. Но я, тем более, покупал это, наверное, где-то за неделю до момента съемки. А на момент публикации пройдет еще больше. Не знаю пока сколько, когда это будет все выложено на канале. Поэтому на данный момент, когда вы уже смотрите, да, то, скорее всего, это будет уже откатанная обратно безакционная цена 500 рублей. И я хочу сказать, что за 500 рублей, за 500 рублей, пол-литра 60-градусного, вот, похожего на абсент напитка, можно взять, например, поставить на стол перед вашими не очень шарящими в алкоголе друзьями, побаловать их, так сказать, заморской, заморским таким бухлишком, да, будем так говорить. Тем более, что 60 градусов алкашам очень зайдет, то есть тут вообще никаких претензий. Ну, а вкус, вкус, я не могу оценить качество спирта, который здесь находится, потому что вкус очень выраженно перебивается вот этим вот настоем по олыне. И это, с одной стороны, плохо, с другой стороны, хорошо, потому что можно сэкономить и хотя бы не проблеваться с данного напитка. Я накачу еще немножечко, так сказать, за ваше здоровье, за то, чтобы вы не забыли. Поставить лайк этому видео, написать комментарий какой-нибудь, подписаться, в конце концов, если вы смотрите уже который раз и все еще не подписались. Да, вот, ребятки, за это, за вас и за спецназ или что там еще любят приговаривать в такие вот очистушечные тостики. Ух, прям бодрит. Ребят, также не забывайте, что у меня есть группа ВКонтакте, Инстаграмчик, все ссылочки будут под видео. Ну и всем пока. Многие, кстати, мне спрашивают, а разве абсент не запрещен? На самом деле запрещен только тот абсент, который готовится... Ань, пиздец, не вовремя, что случилось? Я вообще хотела сделать абсент. Зачем ты спрашиваешь? Ну ты серьезно? Все, все, все. 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 Все.